Византия предполагала использовать аваров для борьбы с другими варварами. Императорские дипломаты рассуждали так, победят ли авары или будут побеждены, и в том и в другом случае выгода будет на стороне римлян. Между империей и Каганом был заключен союз на условиях предоставления аварам земель для поселения и выплаты им некоторой денежной суммы из императорской казны. Но Баян отнюдь не собирался быть послушным орудием в руках императора. Он рвался в Паннонские степи, столь привлекательные для кочевников. Однако путь туда прикрывал заслон из андских племен, предусмотрительно выставленный византийской дипломатией. И вот, усилив свою орду булгарскими племенами Кутригуров и Утигуров, авары напали на антов, которые в то время находились на положении византийских вассалов. Военное счастье было на стороне Кагаана. Анты вынуждены были вступить в переговоры с Баяном. Посольство возглавил некий Межемир, очевидно, влиятельный андский вождь. Анты хотели договориться о выкупе своих сородичей, захваченных аварами в плен. Но Межемир предстал перед Каганом от них не в роли просителя. По словам византийского историка Минандра, он вел себя высокомерно и даже нагло. Минандра объясняет причину такого поведения андского посла тем, что он был пустослов и хвостун, но, вероятно, дело было не только в свойствах характера Межемира. Скорее всего, анты не были побеждены окончательно, и Межемир стремился, чтобы авары почувствовали их силу. За свою гордость он поплатился жизнью. Один знатный булгарин, по-видимому, хорошо осведомленный о высоком положении Межемира среди антов, предложил Кагану убить его, с тем, чтобы затем безбоязненно напасть на вражескую землю. Баян последовал этому совету и действительно, смерть Межемира дезорганизовала сопротивление антов. Авары, говорит Минандр, пуще прежнего стали разорять землю антов, не переставая грабить ее и порабощать жителей.